Дворцовый ворота Предлагаю прокатиться с ветерком. В качестве средства передвижения Голливуд предлагает новую, мощную, эксклюзивную киномодель серийной сборки, которая заправляется не только бензином, но и адреналином. И имеет усовершенствованный двигатель и оригинальный стиль, известный по всему миру. Сегодня осмотрим высокоскоростной остросюжетный фильм легендарного Люка Бессона, прошедший полный тюнинг. Перевозчик, часть третья. Главный герой фильма – это водитель-ас, который берется доставить к месту назначение груз самого разного содержания, а потому постоянно влипает в неприятные истории. В начале он воюет с китайской мафией. Затем, в продолжении 2005 года, будучи водителем для состоятельной семьи, опять оказывается в сложной ситуации. И, наконец, в триквеле перевозчик решил завязать со своей бывшей работой и начать спокойную и умиротворенную жизнь во французской ривьере. Но прошлое его не оставляет и безжалостно вмешивается в настоящее. Ему придется снова заняться своей основной работой и на этот раз спасать Украину от захоронения ядерных отходов. Похищена дочь украинского министра по охране окружающей среды, чтобы путем вымогательства получить официальное разрешение для утилизации ядовитых отходов в Украине. Теперь задача героя – доставить Валентину через Европу в Одессу. Чтобы обеспечить выполнение задания, Фрэнку и Валентине надевают электронные браслеты, которые могут взорваться, если их обладатели удаляются на 20 метров от автомобиля. Мастерски водить машины и спасать мир за три части франшизы обучился Джейсон Стекхам, который вновь был утвержден на главную роль. Сумасшедшие гонки и перестрелки создатели устроили на улицах Франции и России. Именно там проходили съемки новой ленты. Режиссером двух первых частей фильма «Перевозчик» выступал Луис Лотерье. Однако в третьей части дирижировать процессом вызвался Оливье Мегатон, работавший фильмом «Хитман» в качестве одного из режиссеров. Имя живой легенды – маэстро Люка Бессона в титрах звучит как диагноз. Удачные и привычные штамповки в великом множестве нанизаны друг на дружку приводят к традиционному счастливому финалу. А главный герой с помятой, но довольной физиономией готов к очередной транспортировке. Наша система навигации показывает, что «Перевозчик» уже на финишной прямой. На большие экраны фильм «На всех скоростях» вырули 26 ноября – день мировой премьеры. Пришло время вскрыть фаянсовую голливудскую свинку, которую зрители значительно откормили на прошедших выходных. Причем не комбикормом, а условными единицами. Говорим о лидерах кинопроката по Северной Америке. На третьем месте в «Колючем клубке» интриг запуталась совокупность лжи – экранизация одноменного романа Дэвида Игнатиуса. Перенести захватывающую историю на большой экран удалось силами сценариста Уильяма Монахана и режиссера Ридли Скотта. А где есть Ридли Скотт, там и его излюбленный актер Рассел Кроуд. Также в главных ролях Леонардо Ди Каприо. Он предстал в образе секретного агента ЦРУ, которого посылает в Оман, чтобы сотрудничать с орданской разведкой в деле отслеживания лидера Аль-Каиды, планирующего теракт в Америке. Лента получилась потрясающая – великолепная игра актеров, максимальное напряжение и постоянный экшен, который переносит события из одного города в другой. Ридли Скотт уже в третий раз берет за основу своих фильмов романы, написанные Дэвидом Игнатиусом. До этого были «Царство небесное» и фильм «Триполи», который планируется выйти на экраны лишь в 2009 году. Совокупность лжи захватывает с первой секунды и держит внимание до последней, продолжая удивлять по ходу событий. Настоятельно советуем к просмотру. Не пожалеете. Третье место и 13 миллионов долларов в премьерный уикенд. Советуем надеть марлевые повязки и резиновые перчатки. На втором месте объявлен карантин. Мистический триллер Джона Доудла. Телерепортер Анжела Видал и ее оператор делают репортаж о ночной смене Лос-Анджелесского пожарного управления. Рутинный вызов приводит съемочную группу, казалось бы, на место заурядного происшествия. Однако в охваченном огнем здании их ждет репортаж, который они не могли себе представить в самом кошмарном сне. Фильм является ремейком старого испанского фильма «Репортаж». Звездных актеров в новой ленте не наблюдается, но это компенсируется огромным количеством адреналина. В темных углах дома, запертого на карантин, прячется леденящая кровь тайна и смертельная угроза. Страх, как известно, одно из самых сильных чувств. Именно он и доминирует в новой ленте, отодвигая все недочеты на второй план. На прошедших выходных зрителя безжалостно постигла эпидемия киновируса. В итоге второе место и 14 миллионов долларов. На мини-троне восседает Чихуаха из Берли-Хиллз. Приключенческая комедия для всей семьи. Огонь, воду и медные трубы предстоит пройти избалованной Чихуаху по имени Хлой, которая вместе со своей капризной хозяйкой затерялась в Мексике. Столкнувшись с ужасами реального мира, псу предстоит положиться на друзей, чтобы найти дорогу домой. Главный плюс картины в ее универсальности. Зрелище легкое и хорошо усваивается зрителями любых возрастов и взглядов. Местами лента отдает собачьим гламурам. И явный привкус посредственности невозможно перебить даже потоком шуток. Опять-таки же средней категории. Но есть и просветы. Именно благодаря им картина уже вторую неделю возглавляет тройку лидеров проката. На прошедших выходных лента такой редкой кинопороды была оценена 18 миллионов долларов. Первое место. Паранормальными способностями обладает наша афиша, с помощью которой мы прямо сейчас заглянем в будущее. В ноябре города Америки и Канады с концертами посетят знаменитые тенора 21 века. Популярная оперная классика. Неаполитанские, испанские, русские и украинские народные песни. Песни военных лет, а также песни популярных современных композиторов в виртуозном исполнении семи превосходных теноров. Такое случается раз в жизни. Не пропустите. Мы к вам заехали на час. Привет! Он живет! Элло! А ну скорее любите нас. Вам крупно повезло. За подробной информацией о туре «Теноров 21 века» звоните по телефону 631-727-02-22. Если вы не против провести свободный вечер в домашней обстановке, то хорошую компанию составит канал Артевиай. В воскресенье 19 октября в 6 вечера смотрите кинодраму Динары Андреевой «Ключ без права передачи». Только тот, кто имеет заветный ключ к душам ребят, может быть настоящим педагогом в школе, где в сумятице будней растут и взрослеют дети. Это проблемный фильм о подростках, учителях и знакомых проблемах. Юношеский максимализм, перволюбовь и взаимоотношения со старшими. В главных ролях Елена Проклова, Лидия Федосеева-Шукшина, Зиновий Герт, Алексей Петренко и многие другие. Не пропустите. Воскресенье 19 октября в 6 вечера на канале Артевиай. В прошлом выпуске мы спрашивали, кто является автором картины 15 века «Фокусник». И в свою очередь первым известным по имени художником, изобразившим цирковое представление. Правильный ответ – Ироним Боск. Наша победительница сегодня – это Галина Дивович из Лос-Анджелеса. Мы ей отправляем два пригласительных билета на цирковое шоу «Григория Поповичем», которое состоится в Лос-Анджелесе 1 ноября. Поздравляем и желаем прекрасно провести время. Сегодня у нас на кону стоит сборник лучших хитов, любимые песни в кругу семьи «Золотая коллекция». Чтобы заполучить подарок, вам, как и всегда, предстоит пройти очередное испытание. На сей раз – видео-вопрос на внимание. Смотрим клип на одну из композиций, вошедших в сборник, который мы сегодня разыгрываем. Песня «Мама» в исполнении Витаса. Мне трудно передать словами те чувства, что во мне живут.